Можете, пожалуйста, рассказать о цели визита в Москомспорт? Что вы сегодня здесь сделали? Да, мы сегодня приехали в Москомспорт с такой небольшой для себя, так сказать, задачей, чтобы попросить Москомспорт в письменном виде посодействовать как-то по делу Уарина, чтобы они как-то помогли, возможно, скостили срока, возможно, чтобы как-то выбили им какое-то другое наказание, возможно, смысли при приговоре? Ну да, что-то типа такого, да, условный срок, можете сказать. Хорошо. Можете рассказать о письмене, пожалуйста, к нам, держите в руках? Что-то письменное. В Москомспорт в письменном виде футболисты ведущих группов обращаются для того, чтобы... В общем, в письме написано то, что Ларин очень хороший человек, что в школе было все прекрасно, то, что мы считаем, те, кто знают его, те, кто находился под его опекой в плане футбольного образования, мы все-таки считаем, что нужно как-то скостить срок, потому что это не очень хорошо будет дальше даже для российского футбола. Вы вчера в камеру на матче Спартака показали майку в поддержке Николая Ларина. Да. Можете рассказать о том жести, вообще вчерашняя акция? Да, мы с футболистами тоже договорились, то, что если забьем гол и поднимем майки, все-таки так, чтобы люди видели, что мы все равно поддерживаем Николая Юрьевича как можем, всеми силами, что от нас зависит, мы стараемся делать, чтобы как-то обжаловать приговор. Угу. Действительно верите, что можно еще поправить ситуацию? Ну, мы всегда надеемся на то, что есть, возможно, какие-то высшестоящие люди, которые тоже неравнодушны к этому решению, и, может быть, они как-то смогут помочь этим. Во время игры от этого трудно абстрагироваться. Раньше он проходил часто, ну, почти на каждую игру был. Да, он был на каждой игре, но, конечно, иногда об этом задумываешься, что человек, с которым ты очень давно знаком, который тебе помогал всегда по жизни, не может присутствовать на твоей игре, ну, ничего, приходится как-то пока что без этого. Надеюсь, что, возможно, скоро его, там, в фолме все рука будет. Следующий вопрос по поводу погашения долга. Можете рассказать? Вы говорили, что с футболистами уже что-то там произошло. Да, я когда выступал у него на суде, заявил о том, что мы помогаем погасить ему долг футболистами, чисто теми людьми, кто хочет, помогает как, ну, сколько может, как считает нужным. И вот в четверг погасили окончательный долг, то есть его полностью долг погашено, ну, футболистами, ребятами там еще. И вот, наверное, вот так вот как-то, возможно, это тоже должно помочь москому спорту в чем-то, чтобы его чуть-чуть подотпустили. Вы были в зале суда, когда оглашали приговор? Нет, когда оглашали не было, я был на другой стадии. Но когда узнали о том, что приговор не условный, какая была реакция? Ну, реакция была не только у меня, а у всей моей команды. Я думаю, не только у команды, вообще у большинства людей была реакция не очень позитивная, все были в шоке от такого решения. Максимально недовольны, наверное, но ничего не поделаешь просто с этим всем. Сергей Пиняев сказал, что вы должны были улетать, вчера нет? Ну, должны были, да, но на сегодня выходной я решил остаться съездить в Московский курт и отдать бумагу. Хорошо, все, спасибо вам огромное. Субтитры сделал DimaTorzok